Доброе утро! 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 Предлагаю не уходить далеко от темы вещих снов. Оказывается склонность к предвидению имеет почти прямую связь со знаком зодиака. Астрологи считают, что ночью чаще всего видят события будущего овны, девы, скорпионы и водолеи. Этот факт они объясняют специфическим влияниям планет управителей. Звезды обостряют у представителей этих знаков эмоциональность, интуицию и дар предвидения. Давайте прислушаемся не только к подсказкам снов, но и к советам зодиакальных созвездий. Что нас ждет сегодня, узнаем из продолжения астрологического прогноза для оставшихся знака зодиака. Весы. Гороскоп предсказывает теплый денек в отношениях с любимым человеком. Но солнце ночью греет слабо, поэтому сами постарайтесь растопить лед в сердце избранника. Для решения юридических вопросов обратитесь за консультацией к специалисту. Сами вы только ошибок наделаете. Скорпионы. В работе много ненужного и масса проблем. Тогда надо взять инициативу в свои руки. Иного выхода нет, надеяться на кого-то не стоит. Хороший день для подписания документов, заключения договоров и оформления счетов. Наличные деньги при себе не держите, а также откажитесь от покупок. Стрельцы. Если в карьерных вопросах вернетесь в исходную позицию, то поймете, где оступились. Этот день вообще будет знаменательным в плане работы. Удастся притянуть на свою сторону опытных и грамотных людей. С кем-то из родственников не исключена ссора, поэтому ограничьтесь звонком. Козероги. Ничто не будет помехой для вашей целеустремленности. Вы запланировали на пятницу массу дел, поэтому отвлекаться на чпуху не намерены. Единственное, что может слегка обескуражить – звонок от бывшего. Вот уж такого вы точно не ожидали. Не беспокойтесь, это лишь пустой разговор. Водолеи. На рабочем фронте у вас победа, заслуги и почести. Причем руководство лично будет благодарить и награждать. Вы давно мечтали о таком дне, поэтому отметить его нужно. Небезопасный день для тех, кто ездит на личном автомобиле. Проверьте наличие страховки, чтобы оградить себя от штрафа. Рыбы. Вам придется долго подбирать слова, чтобы как-то реабилитировать себя перед начальством. Неприятные истории, отголоски которой еще слышны, вновь вернулось. Постарайтесь взять себя в руки и не возмущаться. Вечером ждите гостей, а также неожиданного подарка. Весна всегда воспринимается как время перемен и пробуждения. Мне лично весной всегда хочется что-то в себе поменять, стать лучшей версией себя. А знаете, что отлично помогает изменить не только внешний вид, но и внутреннее самоощущение? Прическа. О прическах и стрижках прямо сейчас и поговорим. Узнаем, какие будут особенно актуальными и трендовыми этой весной. Смотрим и берем на заметку. Весна. Это время пробуждения, чудес и превращений. Поэтому большое желание кардинально сменить образ появляется именно после зимних холодов. В момент, когда природа начинает расцветать. Наконец-то, сняв головные уборы, можно смело экспериментировать с новыми стрижками и прическами. И мы подобрали для вас самые модные весенние тенденции и новинки этого сезона. Итак, обо всем по порядку. В этом сезоне особенно актуальны стрижки, навеянные прошлыми тенденциями и аккуратные, минималистичные укладки. Одна из самых актуальных и востребованных стрижек этой весны – старый добрый каскад. Особенность прически в том, что самые короткие волосы находятся на макушке, а длинные – в затылочной части. Такая стрижка визуально расширяет скулы и придает глазам особую выразительность. Каскад легко поддается укладке. Особенно красиво будут выглядеть легкий начес и естественные локоны. На пике популярности остается и женская стрижка Боб Каре. Это отличный способ подчеркнуть выгодные черты и скрыть все недостатки. Благодаря такой прическе можно полностью перетянуть акцент с лица на волосы. Эта стрижка подходит для всех типов волос и отличается широким разнообразием. Выбирайте! Еще один удивительный образ поможет создать стрижка Малит. Ее главная отличительная черта заключается в том, что она идет практически всем. Также стрижка не требует особенной укладки, и это еще раз подтверждает ее универсальность. Добавить разнообразие во внешность поможет и двойное Каре. Это своеобразная двухуровневая женская стрижка, в которой нижний слой волос значительно длиннее верхнего. При этом геометрия обоих уровней в классическом варианте абсолютно одинаковая. Линии верхних прядей повторяют срез нижнего слоя. Такой прием позволяет придать прическе объем, если волосы тонкие, а также сделать стрижку более динамичной. Подстричь волосы таким образом решится только неординарная девушка, которая точно знает, чего хочет. Что касается челок, то звезды, например, активно практикуют микрочелки, так называемые тонкие челки и милую бахрому. Может быть, что-то из этого захочется попробовать и вам. Ключевой тенденцией весеннего сезона можно назвать окрашивание, которое дополняет собой модные стрижки. Красный цвет волос снова претендует на главенство в образе, а также винные, бордовые, медные цвета. Однако колористы советуют вводить его отдельными акцентами в балаяже или колорирование. По-прежнему актуальны пастельные тона. Ориентируйтесь на красно-фиолетовую гамму, лавандовые и розовые оттенки, а также разбавленные коралловой. Главный тренд прошлого года, задержавшийся с нами, судя по всему, надолго. А вот блонд имеет множество красивых цветов. Это не только варианты с жемчужными нотками или светлые с прохладным отливом, но и нежные, золотистые, медовые, карамельные, кремовые, розовые или приближенные к натуральному цвету. Как мы видим, вариантов преображений масса. И для того, чтобы освежить свой образ, нужно всего лишь начать, хотя бы с малого. Не бойтесь меняться и экспериментировать. Подходите к преображению с фантазией, вдохновением и настроением, соответствующим этому времени года. Тогда точно все получится. При выборе профессии люди опираются на самые разные критерии. Престижность, высокий заработок, желание быть полезным обществу. В конце концов, профессия может быть просто неудержимо притягательной. И все тут. А некоторым из нас очень важно, чтобы их работа была самой необычной и уникальной. Прямо сейчас вас ждет топ-5 самых-самых незаурядных профессий. Обещаю, будет очень интересно. Кем вы мечтали стать в детстве? Актрисой, строителем, учителем, а может, космонавтом? Думаю, каждый сейчас дал свой ответ. Например, я была уверена, что стану учительницей или писательницей. Выросла, и вы сами видите, куда попало. Однако есть ряд профессий, про которые наверняка хоть раз шутили или рассказывали ваши друзья. Некоторые из этих способов заработать себе на жизнь вполне реальные. А может, всего лишь красивый миф. Но, как вы помните, все сказки откуда-то берутся. А вы можете сделать не одну из них реальностью. В этот раз мы составили топ-5 самых необычных и даже немного странных профессий. Аккуратнее после просмотра можно задуматься о смене работы. Самая редкая профессия на Земле – подниматель или переворачиватель пингвинов. Звучит невероятно, да и выглядит тоже. Считается, что ей владеют всего два человека на планете. И служат они на полярных станциях в Антарктике. Основная задача специалиста – переворачивать пингвинов на бок или на живот, если птицы упали на спину и не могут подняться самостоятельно. Эта профессия появилась из-за прибытия людей в места обитания пингвинов. Птицы в последнее время живут рядом с аэродромами. Когда самолет залетает, они поднимают головы вверх, чтобы узнать источник сильного звука. Именно из-за этого несчастные и падают. Кстати, переворачиватель пингвинов обязан разбираться в психологических и зоологических особенностях птиц и животных и обладать навыками выживания. Еще одна интересная профессия – сборщик-конструктор. Думаю, многие из вас собирали такой в детстве. Что ж, для кого-то это отнюдь не развлечение, а полноценная работа. В магазинах с этим конструктором выставлены интересные витрины с замками и животными из разноцветных кубиков. Кто, думаете, создает эту красоту? Не завод, а человек. Сборщик-конструктор. Его обязанности входят в создание и поддержание объектов из маленьких деталей конструктора. У такого скульптора должно быть инженерное мышление и отличное знание продукции. Из тысячи мелких деталей создаются настоящие шедевры, которые можно сравнить с произведением искусства. Отличный выбор профессии. И любимым хобби занимаешься, и деньги получаешь. Просто работа мечты. Многие из нас не любят долго стоять в очереди. Думаешь, лучше бы что-то полезное сделал. А ведь кто-то этим зарабатывает себе на жизнь. Так и сделал Роберт Сэмюэль. В 2012 году он начал предлагать услугу ожидания в очереди. И всего за вечер заработал немаленькую сумму. В 60-х и 80-х годах эта профессия была очень распространенной. Безработные за небольшую плату стояли в очереди за продуктами и другими товарами. С приходом онлайн-заказов и доставок этот способ заработка стал пропадать. Однако в Великобритании профессия вновь возродилась после заявления исследователей. Обычный британец целый год своей жизни проводит в очереди. Чтобы стать профессионалом по заниманию очереди, надо иметь хорошую физическую подготовку и неограниченный запас терпения. Может, кто-то из вас уже решился? А вот на следующую должность я бы точно согласилась. Еще одна уникальная профессия – согреватель кроватей. Такие люди востребованы в гостиничном бизнесе. Кровать в некоторых отелях нагревают перед приездом гостей, которые заселяются поздно ночью. Согреватели во время работы надевают специальное стерильное белье, которое полностью закрывает тело. И все. Работник просто лежит необходимое для прикрывания кровати время. Гостиничные бизнесмены начали нанимать таких людей после публикации ряда исследований. В них сказано, что человеку легче уснуть при средней температуре 25 градусов. А если гостю комфортно, значит сервис заведения на уровне. Кстати, согреватели кровати – настоящие профессионалы, которые проходят тщательную подготовку, чтобы достойно выполнять свою работу. Все мы любим обнимашки и благодаря им получаем самые положительные эмоции. В век постоянного онлайна людям очень не хватает объятий. Хорошо, что для выполнения этой работы есть отдельная профессия – обниматель. Она существует, чтобы приободрить одиноких людей. Обнимашки помогают им почувствовать себя нужными и любимыми. Несколько лет назад был популярен флешмоб бесплатных объятий. Места проведения были самые разнообразные – улица, метро, парки. Чтобы принять участие, достаточно взять плакат со словами «Обниму бесплатно». А теперь представьте, что вам за это платят. Однако, чтобы стать профессионалом, лучше иметь опыт работы с людьми или психологическое образование. Вообще, нам всем важно научиться бережно обращаться друг с другом. В мире существует множество удивительных и нестандартных профессий. О пяти из них мы вам рассказали. Не обязательно после просмотра менять место работы. Самое главное, чтобы профессия была вам по душе. Это был ТОП-5. До новых встреч! Пришла пора прощаться. Желаю вам позитивных и по-настоящему весенних выходных. Проведите их вместе с самыми близкими людьми. Устройте совместный досуг и насладитесь временем рядом с родными. С вами была программа «Народное утро» и я, Екатерина Геранюшкина. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин